Привет, ребят! Сегодня отвечу на очень часто запрашиваемый вопрос, как быть со срывами. И первое, что я хочу сказать, я уже записывала до этого видео на своем канале, где давала советы, как не срываться, как сохранять мотивацию. Но по прошествии времени я поняла одну самую важную вещь, что нужно изменить вообще само отношение к так называемому срыву. То есть не воспринимать его как нечто негативное, как повод осуждения себя, неприятия себя, укора в себя. И вот этот весь негатив, который вы на себя направляете, когда не следуете тем жестким рамкам, которые вы сами для себя выстроили, которые вы где-то прочитали. И которые требуют определенный, к примеру, тип питания. И я могу сказать, что эти рамки, они помогают только на начальном этапе, когда ты еще не вник, не прочувствовал. Когда ты умом только начинаешь понимать, что ага, кешью не нужно покупать, потому что он не сыроедный. Там, например, морская капуста, она не сыроедная. Да, вот на этих начальных этапах эти рамки тебе очень помогают. Но в дальнейшем, когда проявляется ваша собственная личность, она им очень мешает. И эти рамки нужно убирать и растворять. То есть вообще я убрала для себя полностью понятие срыв и любой негатив, с ним связанный, полюбила себя, приняла весь свой опыт. Любой, какой бы он ни был, или положительный, или отрицательный. Вот эти вот все оценки мы даем сами. А опыт на самом деле, он просто опыт, он никакой. И могу сказать, что это было сложно, было сложно к этому прийти, потому что в особенности, когда ты публично говоришь, что ты придерживаешься там какой-то одной традиции, а потом раз ты съел там, не знаю, где-то вареную брокколи или еще что-то, то сразу же, а как же сыроеднее, Юля, ты же сыроеден. Вот очень важно принимать этот опыт и благодарить его. Вот, например, в марте я была 14 дней на соках. И почему я решила выйти, я могла бы продолжать, но мне как-то очень сильно захотелось гречки. Причем не зеленой гречки, а вот именно вареной гречки, чтобы полить ее там подсолнечным маслом. И я ее съела с любовью и с удовольствием, и не испытываю никаких угрызений совести по этому поводу, не ругаю себя и так далее. И очень довольна, что я пришла именно в такое состояние ума. И могу сказать, что весь наш опыт, он полезен. Например, хотя бы для того, чтобы снять это видео и рассказать вам, что не все блогеры идеальны. Точнее, никто не идеален, все мы люди и у всех у нас существуют свои слабости, свои зависимости, свои трегеры. Как я уже рассказывала в других своих видео о веганском Наполеоне, это для меня такой вот вообще мощный триггер, как праздник, такой спусковой крючок, который запускает во мне вот эти вот ностальгирующие ощущения детства. И что важно, я сейчас до вас хочу донести, это то, что все меняется, все реально меняется. И так будет не всегда, ваши тяги изменятся, ваши вкусовые предпочтения изменятся. Хотя я знаю, когда ты находишься внутри этой ситуации, ты думаешь, что блин, это навсегда, это никогда не изменится, но это не так. Все всегда меняется. Это очень классная фраза из фильма «Мирный войн». Если кто-нибудь смотрел, очень рекомендую посмотреть. И действительно, вы будете потом, спустя время, просто с улыбкой вспоминать свои тяги, потому что они больше вас не будут беспокоить. Самое главное, это не зацикливаться на рамках питания, не зацикливаться на сыроедении, на веганстве. Не превышать важность этого способа достижения цели, но не конечной цели. Важно концентрироваться, именно моделировать конечную цель, что с помощью этого вы хотите получить. Здоровье, хорошее самочувствие, прекрасный внешний вид, бодрость, какие-то новые ощущения от жизни и так далее. И вот именно на вот этих вот конечных целях нужно концентрироваться, нужно себе постоянно об этом напоминать, что вы именно хотите. Потому что если вы не будете знать, что вы хотите, то вы этого и не получите, и никто не будет знать о том, что вы хотите. Так что мой ответ на вопрос, как быть со срывами, в любом случае принять это как опыт, из которого вы извлечете какие-то полезные уроки. Получить от него вот этого опыта максимальное удовольствие, не концентрироваться и не зацикливаться на еде. Получать энергию и удовольствие из других многочисленнейших аспектов вашей жизни, будь то общение с друзьями, путешествия, прогулки, занятия спортом, музицирование, пение, рисование и так далее. Моделируйте себе конечную цель, здоровье, хорошее самочувствие и все у вас будет. Спасибо вам за внимание и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok